В главный штаб ВМФ выхожу из района одиночного плавания. Все виды боевой подготовки выполнил успешно. Посторонних целей на воде, в воздухе и под водой не наблюдаю. Эскадра вице-адмирала Чернова работает 1440 миль на норд. Согласно плана, обойду эскадру, следуя к родным берегам. Командир 703-го. Под термином «тайные операции» следует понимать все виды деятельности, которые проводятся или одобряются правительством Соединенных Штатов Америки против враждебных иностранных государств или групп. Однако эта деятельность планируется и осуществляется так, что внешне никак не проявляется ее источник – правительство Соединенных Штатов Америки. А в случае ее разоблачения, правительство США может правдоподобно отрицать до конца всю ответственность за нее. Из директивы номер 10-2 Совета национальной безопасности США. Здравствуйте, друзья! Сегодня суббота, и мы снова с вами. Я Бил Олдер и Датси Норман, телекомпания ACB. Идет второй день ежегодных учений наших стратегических наступательных сил. В полной боевой готовности находятся баллистические ракеты наземного базирования, атомные ракетные подводные лодки и стратегические бомбардировщики. Вся триада имеет сейчас конкретные цели на территории Советского Союза. Учение охватывает территорию Штатов, Канады, всю Западную Европу, Индийский океан, Австралию, Океанию. Мы с вами на борту Нимитса, в западной части Тихого океана. Здесь командующая эскадрой Адмирал Робинсон, контр-адмирал Павелли, его ближайшие помощники. А теперь, видите те корабли? Это русские корабли. Правда, это всего лишь передовая часть русской эскадры. По нашим данным, на подходе к ним авианосец «Новороссийск», шесть ракетных фрегатов, пять суперосвинцев, четыре больших десантных корабля с морскими пехотинцами, два танкера и плавучий госпиталь «Енисей». Командует русская эскадрой вице-адмирал Чернов. У русских тоже очередные маневры в этом районе Тихого океана. Наши и русские плывут на юг, где, скорее всего, и развернутся заключительные фазы маневров. Корабли постоянно следят друг за другом. Они находятся всегда в боевой готовности. Конечно, военная игра может обернуться конфронтацией и началом военных действий, но тогда... Возможно, что мы и сядем, наконец, за стол решающих для мира переговоров. А пока... Наши парни из Пентагона думают лишь об одном. Ракетные погреба открыты, пальцы на курках и кнопках. Что поделаешь, мы живем в ядерный век. Но я, как и вы, надеюсь, что и на этот раз все будет окей. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» В Вьетнаме группа Хэсселта выполняла мои личные задания. Я бы советовал тебе еще раз подумать. Может быть, ты прав. За эти годы он подустал, но на это дело, я надеюсь, у него хватит сил. Субтитры подогнал «Симон» Рад вас видеть с таким же молодым, Хэсселт. Вы прекрасно выглядите. Ну, как ваша рука? Иногда воюет со мной. Да-да, помню. Дельта Меконга, Сайгон. Сколько лет вы не были в Штатах? Пятнадцать, сэр. Вы просите о переводе? Шестой год подряд. Та история с вьетнамской деревней, которую спалили ребята из вашего взвода, вызвала тогда большой шум в Штатах. Здесь многие хотели увидеть вас на электрическом стуле. И, по-моему, я правильно сделал, спрятав вас от посторонних глаз. Та деревня, это ведь был ваш приказ, сэр. Общественность интересует конкретные убийцы. Но дело не в этом. Мы должны помогать друг другу. Я беру вас в центральный аппарат, майор. Капитан, сэр. Я сказал, майор, садитесь. Благодарю. Далее, счет ваш увеличится вдвое. Вы получите полковника вне очереди. Вы вернетесь с Гриффитом в Штаты. Но все это только после того, как вы выполните одно наше поручение. Что случилось? Что у него с рукой, Фрэнк? Напал. Угодил под нашу же бомбардировку. А, понятно. Что его ждет потом? Кого ты жалеешь, Майкл? Ублюдок, садист. Жег под Сайгоном целую деревню со всем желтопузым выводком. Зачем же ты вытащил его из этого дерьма? И не его одного, Майкл. Не его одного. Если в наших отношениях с русскими наступит потепление, нам придется резко сократить производство важнейших стратегических систем. Космических, наземных, морских. подрядов лишаются крупнейшие корпорации страны. Потери сотни миллиардов долларов. И это, прежде всего, наши с вами потери. Наш бизнес. Вы можете говорить более конкретно? Пожалуйста. Вот основные программы, которые нам придется свернуть, если президент договорится с русскими на предстоящих встречах. Первое. Фирмы-разработчики прекращают все эксперименты с противоракетным космическим оружием. Второе. Замораживается линия сборки новых стратегических бомбардировщиков В-1 и самолета-невидимки Стелт. И последнее. Мы прекращаем строительство атомных подводных лодок типа Огайо. Знаете, во что все это обойдется? По миру пойдут 130 ведущих фирм. Потери от свертывания перечисленных проектов и программ 460 миллиардов долларов. Такова цена разрядки. Предвидеть ли это Сенат схватить заглотку производства, дающее работу по крайней мере пятой части населения штатов? Они там с ума сошли. Надо было отвечать, наконец, на поток убедительных советских предложений. А что скажет ЦРУ? Положение весьма серьезное. Нам всем необходимо не допустить любые контакты нашей администрации с советами. Короче говоря, нужна акция, которая заставит мировое общественное мнение надолго отвернуться от русских. Такая акция нами хорошо подготовлена и надежные люди ждут моих указаний. Сегодня я хочу получить ваше одобрение. А что это за акция? В центральной части Тихого океана находится одна из наших секретных баз. Она расположена на одном из необитаемых островов. Это ничейная земля. От нападения базу охраняют два ракетных катера и подводная лодка. Эта же лодка является выносным командным пунктом, откуда можно управлять стартом ракеты, которая пойдет с базы. Что будет мишенью? Пассажирский лайнер. Чей? Порт приписки Сингапур. Вот заявление для прессы. По вполне вероятным данным Министерства обороны США, советская крылатая ракета большой дальности с обычным зарядом поразила вчера вечером пассажирское судно, следующее из Сан-Диего в Сингапур. Те немногие, кого удалось спасти, сообщили, что незадолго до катастрофы с борта корабля видели перископ подводной лодки. Данные Министерства обороны говорят о том, что эта лодка, скорее всего, входит в состав русской эскадры, ведущей маневрой в южной части Тихого океана. Специалисты полагают, что Россия имеет здесь позиции атомных подводных лодок, вооруженных крылатыми ракетами повышенной дальности. Как считают специалисты, русские ракеты могут беспрепятственно поражать крупнейшие порты континентальной Америки и Японии на Тихом океане. Мне надо подумать все взвесить. Джентльмены, в конце концов, демократия – это ведь не только голосование «за» или «против», но и право воздержаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внимание мистеру Краудеру, пассажирский лайнер «Вьен» покидает борт. Водоизмещение – 12 тысяч тонн, скорость – 18 суток. На борту – 1500 пассажиров. По нашим данным, теплоход будет в заданном квадрате через 72 часа. Корабль войдет в зону поражения через 72 часа. Я могу вылететь немедленно. Сегодня отдохните, развлекитесь, а завтра в путь. Да, слушай, Джек, единственное спасение для твоей руки – массаж. Дэн здесь? Да, сэр, позовите его. У меня есть прекрасный подарок для тебя, Джеки, от чистого сердца. Переведете Дэну, что он поедет с этим джентльменом. Его подобрали в Сингапуре. Не знает ни слова по-английски, зато владеет секретами тибетских мазей и массажа. Ясс? Да, сэр. Но помни, все в твоих руках. Я понял, сэр. Сэр. Посмотрите, что вытворяют эти крошки, Сэр. И помните, Хасселд. Не запомните, Хасселд. Это последнее задание. Все в ваших руках. Сигарет? Сигарету. Нет времени. А мы по стаканчику. И бутылку в номер. Эй, малыш, пойдешь с нами развлекаться в номер? Саас. Саас. Са. Са. Я пошла, Чарли. А ты много не пей, то у нас ничего не получится. Са. Просто не верится Мы в Штатах Как в сказке Я давно не верю в сказки, Эдди Но мы ведь здесь Вы майор, я штаб-сержант У нас куча денег Нам надо подумать, как остаться в живых, Эдди Краудер ничего не делает, просто так, за красивые глаза А какие задания дают только смертникам? Устали, сэр Посмотрите лучше, как на вас смотрит эта шоколадка Меня ждут, извините Стряхнитесь, шеф Запомните, Хэсселл Это ваше последнее задание Все в ваших руках Дерьмо На меня не проведешь Продолжение следует... Что за кадром На румбе. На румбе 330. На часть в малую же ворку. Ну и заплыли мы, командир. У них здесь рыбот не клюет. Вот именно. А вот у нас на окея в прошлый отпуск. Сама поймал. Часа четыре все деревни тянули. Давай, давай. Не, ну точно. Топором потом на уху рубили. Подрезание, что ли? Ага. А у нас там сейчас весна. Соловьи поют. Вот бы послушать-то. А ты знаешь, в Америке нет соловьев. Да ну. Честно. Исторический факт. Не прижились. Не понравилось, видать. Наверное. Ох и домой охота. Шестой год к отцу никак вырваться не могу. Все некогда. А где он у вас? Под Владимиром. Угу. Соседи. Хозяйство у меня все-таки какое-никакое. Да. И помочь некому. А мне все некогда. Нехорошо. Да. Как вернемся, первым делом махну к отцу. Хоть на неделю. А меня с собой возьмете? Помощником. Конечно. Конечно. С удовольствием. Спасибо тебе. КОНЕЦ. КОНЕЦ. Это затонувший корабль. Чей он? Американский. Немного больше, чем наша яхта. Японский самолет загнал его на рифы, и он затонул там. А сейф находится в каюте капитана. Откуда ты узнал об этом? От одного японца. Случайно. Он хочет быть в доле? Нет. Т-70. Т-65. Т-60. Т-55. Т-50. Т-45. Т-45. Т-35. Т-30. До цели 900 километров. Принял. Цель в зоне поражения. Т-15. Т-15. Т-10. 9. 8. 7. 6. 5. 5. 4. 3. 2. 1. 0. До цели 900 километров. До цели 900 километров. Высота полета и скорость расчетные. Система наведения включилась в поиск цели. Появился сбой в работе блока самонаведения. Посторонняя цель по пеллингу 215 градусов. Малоразмерная, тихоходная. Она совсем близко от базы. Вышла из-за юго-западной группы островов. На какой глубине затонул этот корабль? Около 30 метров. Для меня это не страшно. Корабль должен быть где-то в районе этих островов. И все будет наше? До последнего цента. Ракета резко изменила курс. Она возвращается. Головка ракеты захватила цель номер два. Захват прочный. Есть коррекция. Есть снижение. Головка ракеты прочно держит цель номер два. Цель в зоне поражения. Самоликвидатор. Кэрол, помоги мне втащить на лодку аварийный запас. Что здесь? Все. Палатка, рация, карабин, ракетница. Быстрее. Господи, что с нами будет, Джек? Включи скорее рацию. Дай сигнал бедствия. Нас должны услышать. Этот остров недалеко. Постараемся выбраться. Ходовой КПС. Есть ходовой. Принят сигнал СОС. Широта 33-40. Долгота 132-18. Есть. Штурман, пелинг, дальность. Есть. Пелинг 45. Дистанция 160 миль. Группа островов в квадрате 10-42. 8 часов хода. Главный штаб. Что-нибудь известно о классе корабля, который подает СОС? Сигнал очень слабый. Наверное, такого в передатчик. Шхуна какая-нибудь, товарищ командующий. Полторы тысячи миль от эскадра Чернова. Американцы отреагировали на сигнал? Все корабли адмирала Робинсона находятся на своих местах. Не хотят нарушать равновесие? Или не слышат? Вполне возможно. 10 минут назад их разведчик покинул район маневров. Другой самолет будет через 7 минут. Может, тогда услышат? В любом случае. Пусть Чернов пошлет в район бедствия один из самых быстроходных кораблей. Может, лучше поручить это 703-му? 703-й идет домой. Он был в одиночном плавании несколько месяцев. Переход любого из кораблей эскадра адмирала Чернова к островам займет трое суток, товарищ адмирал флота. А 703-му ходу максимум 8 часов. Добро. Что еще? Товарищ адмирал флота, самолеты морской авиации, совершающие учебно-боевые полеты над Тихим океаном, зафиксировали подземный старт ракеты. Где? Там же, откуда был принят сигнал бедствия. Это ничейная земля. Отменная позиция. Крылатые ракеты большой дальности, размещенные на этих островах, контролируют все дороги из Тихого в Индийский океан. Да и до нашего восточного побережья не такое уж большое подлетное время. Предлагаю немедленно обследовать этот район, товарищ адмирал флота. СОС и старт ракеты, как нам всем представляется, связаны. Не возражаю. Кто этим займется? 703-й. На корабле подготовлены экипаж и подразделения морской пехоты. Добро. Подготовьте радиограмму 703-му. Командиру 703-го. Оказать помощь неизвестному судну и обследовать группу островов в квадрате 10-42. Задача – обнаружить неизвестную стартовую ракетную позицию. Выполнение операции поручить подразделению майора Шатохина. Сожалею, что вынужден задержать возвращение в родную базу после длительного одиночного плавания. Главный штаб. Ох, это же надо. Ни одного облачка. Ой, бы дождик какой. Смелее, Данилов, смелее. Вон мужик какой здоровый. Трещи движения, трещи. Да не так. Да не танцуй ты, Данилов. Ну-ка. Ох, ёлки. Ну, по-моему, это не профессия. Ты это о чём? Самолёты, корабли, танки. Люди, сидящие у кнопок, мастера вымирающих профессий. Предлагаешь вернуться к луку со стрелами? Вернулся бы. Будь моя воля. Да, браток. Это как же ты с такими мыслишками к нам-то попал? Сам попросился. Конечно, сам попросился. Не верьте ему, товарищ майор. На гражданке он врезали ему разочек и ни за что. Шрам до сих пор на лице. Вау, ту. Два наряда. Значит, захотел научиться драться как следует. Гены позвали, товарищ майор. Интересно, что же это за гены? А Даниловы всю жизнь воевали. Начиная ещё с Наполеона. Все российские награды у нас были. Дед рассказывал. Вояка? Всю войну прошёл. От Бреста до Берлина. Три славы имеет. Ну, вот видишь, какие гены у тебя хорошие. Так что не валяй дурака. И форма наша тебе к лицу. Наша форма всем к лицу, товарищ майор. Верно. Было б содержание. Майор Шетофинов. Левый скомпанировал. Час приду. Значит, вы, ребята, без меня тут позанимаетесь? Ты их, Круглов, погоняй. Я скоро. Из-за неисправности ракету пришлось ликвидировать. Для подготовки следующей нужны сутки. Готовьте вторую срочно. Я слышу сигнал бедствия. Очевидно, это корабль, в который попала наша ракета. Что делать? Сигнал могут услышать русский или адмирал Робинсон. Русских возьмете на себя, а Робинсон — это мое дело. Он не услышит. И запомните, Хасселд. От этой операции, от точности ее выполнения зависит ваша жизнь. Вы поняли? И еще, Хасселд. На север от вас, 1800 миль, маневрируют наши русские эскадры. В квадрате ПК-10. Корабли спускаются на юг к вам. Трижды проверьте блок наведения второй ракеты. И не дай бог вам ошибиться снова. Тогда я не дам и цента за вашу голову. Поняли? Все. Мы ведь можем подготовить ракету быстрее. Вы не ошиблись? Мы и подготовим ее вдвое быстрее, Гриффит. И она поможет нам вырваться, наконец, отсюда. Иначе всем нам каюк, Эдди. Но ведь Краудер обещал вам. Сукин сын твой, Краудер. Вспомни, что он сделал с твоей женой Пауло, и тогда в Сайгоне. Заткнись. Прости, Эдди. 15 лет Краудер гоняет нас по крысиным норам. Он не хочет, чтобы мы вернулись в Штаты. Он слетит со своего поста, если кто-нибудь из нас заговорит про его делишки во Вьетнаме. Он задавит нас. Не задавит. Все тузы в моем рукаве. Если получится мой план... Какой план? А ты на кого работаешь? Не понимаешь меня? Ну иди, иди сюда, дорогая моя обезьяна. Делай свое дело. Монсун, монсун. Монсун, Монсун, я Глория 400 calling Pago Pago Coast Guard. Монсун, монсун. Монсун, я Глория 400 calling Pago Pago Coast Guard. Монсун, монсун. Пасад, Пасад. Я Глория 440. Береговую охрану Pago Pago вызывает Глория 440. Прием. Прием. Что-нибудь слышно? Не звука. Не волнуйся, дорогая. Все будет хорошо. Кэролайн! Что случилось? Рокетницу, быстро! Подлодка. Где? Мы здесь. Мы здесь. Скат, я Медуза. Да, Дрейк. Вижу людей. Где? Юго-запад Меостров, сэр. Небольшая палатка. Около нее надувная лодка. Мой радист слышит сос. Точнее, Дрейк. Мужчина и женщина. По-моему, американцы. Похоже, ракета накрыла их корабль. На воде есть какие-нибудь следы? Не вижу. Продолжайте следить. Похоже. Пурочни, похоже. 9-5-3-6-6. Медуза! Продолжение следует... 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 Брось автомат. Брось автомат. Брось wingtons. Серёга, Серёга! Быстро, быстро! Вон тот не бросил пулемёт. Пулемёт на землю. Брось, Паршин. Товарищ майор. Брось, говорю. Брось. Саня, живьем этого волосатого, живьем! Жив, малыш. Рад всю раз был, гад. Вперед. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хэссел! 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 Русские преследуют меня. Они уже на базе. Поднимайся. Все переходим на запасной капе. На подлодку и катера. Базу остается охранять группа Хорца. Ни одна посудина, ни один человек не должны приблизиться к базе. Слушаюсь. Топите всех. Да, сэр. Эдди, мы ударим по-русским. В ответ они сцепятся с кораблями Робинсона. В этой заварухе мы уйдем. Краудер уже записал нас в покойники, но он еще услышит, как мы хлопнем дверью. Мы будем жить, Эдди. Краудерей. Дианы. Краудерей. Субтитры сделал DimaTorzok Данилов Паршин, обследуйте лагуну. Ищите все входы, вентиляционные люки, шахты, двери. И попробуйте хоть как-то просигналить на корабль. И вы с ними, Хайлсон. Нет-нет, я с вами. Ладно, окей. Осмотри у меня, без шуток. Побольше шуму. Понял. Пошли. Ой, говорила мама, не лази по колодцам. Я хотел бы знать, что вы задумали, Хэссел. Погружайтесь, Дрейк. Глубоко зарылись, зубоздатые. Внимание. Ищем главный пульт управления, пусковые установки и узелы энергоснабжения. Субтитры создавал DimaTorzok Есть связь с базой. Все системы дистанционного управления к работе готовы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Саня! Готовность 10 минут. Готовность 10 минут. Субтитры создавал DimaTorzok Система самонаведения ракеты введены координаты целей. Группа кораблей в квадрате PQ-10. Заряд ядерный. Подавители и помех включены. Отметка цели устойчивая. Готовность 5 минут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все системы готовы к стрельбе готовы. Русская эскадра в зоне поражения. Слышишь? Здесь. Американцы. Хрен с ним. Ты слышишь? Они же по нашим хотят. По нашим! Бей кабели! Не отставай! Раскутим! До старта 180 секунд. 178. 176. Русская эскадра в зоне поражения. Все системы в норме. Открыть крышки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Гриффит! Атакуем русский фрегат. После этого возвращайтесь к базе. Любой ценой включите резервную подстанцию. ГКП акустики. Эхо пеллинг 220, дистанция 76. Эхо четкое, с металлическим оттенком. Угловая протяженность 6 градусов. Классифицирует подводную цель. Классификация контакта. По пеллингу 165, дистанция 7 километров. Подводная лодка. Курс 25. Скорость 18. Боевая тревога. Боевая тревога. Есть. Есть. Доложить результаты познавали. Торпедная атака. Шум торпед по пеллингу 200 градусов. Дистанция быстро сокращается, пеллинг не изменяется. Лево на борт. Самый полный ход. Командиру БЧ-3. Торпеду уничтожить. Досовый РБУ ТОПСИ. ТОПСИ выполнено. Правый досовая залп. Это война, командир. Будем атаковать до полного уничтожения. Командиру БЧ-3. Атаковать подводную лодку всеми видами оружия. Правый торпедный аппарат и ТОПСИ. ТОПСИ выполнено. Залп. Ходовой БИП. Подводная лодка уничтожена. Товарищ командир, две надводные цели. Справа 30. Подводная лодка уничтожена. Ходовой БИП. Есть. По пеллингу 0 дистанции 80 километров обнаружены две быстроходные малоразмерные цели. Курсом на корабль. Корабль к бою. Первый огонь. Наблюдаю старт ракеты с головного катера. Вторая огонь. Наблюдаю разделение целей. Пеллинг 0. Дальность 80 километров. Обнаружена воздушная групповая цель. Курсом на корабль. Пеллинг 0. Дистанция 80. На запрос не отвечай. Командиру БЧ-2. Воздушные цели уничтожить. Ракетным комплексом принять цели указания. С приходом в зону цели уничтожить. Ракета номер 1 уничтожена. Ракета номер 2 уничтожена. КПС. Командир. Доложить в главный штаб. Подвергся нападению. Вступил в бой. Командиру БЧ-2. Ракетные катера противника уничтожить. Наблюдаю поражение головного катера. Ходовая БИП. Есть. Надводная цель номер 2 легла на обратный курс. Командир. 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 Сосредоточить огонь по цели номер 2. Не дать ей выйти из зоны обстрела. Ракетно-артиллерийским комплексом правого борта. Принять цели указания по цели номер 2. Цель уничтожить. Принять цель. 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 Ну что, малыш, притомился? Немного. Я тоже. Ничего не поделаешь. Мужская работа. Девять граммов сердца. Постой, не зари. Говорила мама, сиди дома, сынок. Вообще все, ничего получилось, командир. Все нормально. Пять баллов, Саша. Дай закурить. Так надо же не курить. Давай давай. Саша! Леди и джентльмены, вы видите? Они возвращаются. Пять минут назад адмирал Робинсон отдал приказ закончить маневры. Все корабли, все подводные лодки и самолеты возвращаются домой. Я думаю, что такой же приказ отдал своим кораблям и вице-адмирал Чернов. Учения закончены. И на этот раз все прошло благополучно. Мы были предельно корректны по отношению к русским. И я, Билл Олдер и мой коллега Датси Норман прощаемся с вами и говорим вам до свидания. Системы бомбометания обрабатывают цель. На одном из ничейных островов в квадрате 10-42 обнаружена замаскированная американская позиция крылатых ракет большой дальности. Одна из спусковых установок была подготовлена для удара ядерной боеголовкой по эскадре вице-адмирала Чернова. При выполнении служебного долга пал смертью храбрых командир группы гвардии майор Шатохин. Командир 703-го. Нахожусь над целью. Бомбы пошли. Американская сторона категорически отрицает свою причастность к событиям на островах в квадрате 10-42. Кораблю немедленно присоединится к эскадре вице-адмирала Чернова. Главный штаб. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok